Этот год нас радует большим количеством ролевых игр. В какие-то хочется играть и играть, к сожалению, времени нету, но Pillars of Eternity и Age of Decadence очень порадовали. Какие-то игры разочаровали, хотя и затянули с головой, например, Fallout 4. Кое-кто наверняка станет игрой года. Не буду показывать пальцем, но название этой игры начинается на VEDE и заканчивается на MAC. Но есть и игры, о которых вы просто не вспомните, которые не оставляют после себя ничего. Они не плохие, они не хорошие, они никакие. Здравствуйте, меня зовут Лёша Халецкий, и впереди вас ждёт рецензия на игру Sword Coast Legends. Вообще, конечно, в первую очередь с World Coast Legends не повезло, что она вышла одновременно с Age of Decadence. Я их запустил по очереди, и после того, как пробудешь некоторое время в Age of Decadence, запускать уже с World Coast Legends просто не хочется. Всё-таки внешний вид — это не самое главное для ролевой игры. Хотя, возможно, сравнивать с Age of Decadence не совсем правильно. Всё-таки тут партийная система в Sword Coast Legends, а в Age of Decadence мы играем одним персонажем. Разный мир и разная ролевая система. Пускай. Давайте будем сравнивать с Pillars of Eternity, разработчики которой тоже называли себя идейными продолжателями Baldur's Gate, Neverwinter Knight и так далее. Sword Coast Legends, пожалуй, больше всего похожа именно на Neverwinter Knight. И, по моему мнению, вот именно Neverwinter Knights 2 была последней приличной ролевой игрой по Dungeons & Dragons. Да, я не уточнил, хотя я думаю, это всем понятно под названием, что Sword Coast Legends использует именно систему Dungeons & Dragons, если не ошибаюсь, пятой редакции. Так что это классическая партийная компьютерная ролевая игра, где во время сражения прорасается невидимый кубик с различными гранями. Сражение вы всегда можете поставить на паузу и так далее и тому подобное. В общем, если вы видели и играли хоть раз во что-нибудь типа Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Knights и других уже классических ролевых игр, то вы, собственно, представляете Sword Coast Legends. При этом визуально эта игра очень неплохо выглядит, пожалуй, даже получше, чем Pillars of Eternity. И, как я уже говорил в рецензии на Age of Decadence, как было бы классно, если бы соединить визуальный ряд Sword Coast Legends и ролевую систему Age of Decadence. Получилась бы эпохальная игра, которая оставила бы след, конечно, на многие годы. Ну а Sword Coast Legends после себя вряд ли что оставит, мало кто будет в неё играть. По одной простой причине она скучна. Вроде и видно, что разработчики как-то старались сделать хорошую игру, но проблема в том, что они слишком прилежно старались. Знаете, вот они взяли за пример предыдущие игры по системе Dungeons & Dragons и просто, как копировальная машина, перенесли под копирку интересные моменты в свою игру. Но этого недостаточно, этого никогда не было достаточно. Чтобы у игры была душа и в неё было интересно играть, надо что-то новое в неё добавлять. Baldur's Gate был офигенной игрой, потому что он не просто бездумно использовал систему Dungeons & Dragons. Там было много новых идей. Он выглядел по-новому, он просто создал новый поджанр ролевых игр. И получать через сколько там, через 15 лет ту же самую игру, которая выглядит просто более современно, не самый лучший вариант. Тем более, что я, пожалуй, погорячился сказать, что ту же самую игру. Sword Coast Legends ещё и потупее, чем предыдущие примеры реализации Dungeons & Dragons. Ну, например, ролевая система. Я не знаю, правда, кого в этом лучше обвинить, создателей ролевой системы и разработчика этой игры. Но теперь вы как-то загубить свой персонаж развитием вообще не можете. Сделано всё такими древовидными перками. То есть вы на каждом уровне берёте бонус к какому-нибудь там оружию, или к защите, или к магии. То есть это больше похоже на Dragon Age Origins, такое дерево развития, чем на Dungeons & Dragons. Вообще, очень много упрощено в ролевой системе. Я опять обращу ваше внимание, я не в курсе, это в пятой редакции Dungeons & Dragons так всё упростили, или вот разработчики Sword Coast Legends решили пожалеть игроков зачем-то, не знаю. Baldur's Gate, например, игроков не жалел, однако в него толпы играли и разбирались, почему, например, чем ниже уровень брони, тем лучше. Или там, почему маг не может одеть броню. Может, вы думаете, тут интересные квесты или диалоги? Ну, диалоги вообще вот, опять, это одна из тех вещей, которая меня очень сильно раздражает практически во всех новых играх, что в Fallout'е они тупые, что, например, здесь, Sword Coast Legends. Такие пафосные, короткие, и ощущение, что наш герой имбецил, который переспрашивает по несколько раз одно и то же, уже не говоря о том, что в квестах нет какой-то вариативности, они прямолинейные, как железная дорога Гродно-Друскененкай, да и сами квесты тоже не блещут разнообразием, в основном это симулятор почты России, то есть сходи, возьми посылку, принеси туда, куда скажут, и получи за это экспо. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flamp, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Вот знаете, не покидает ощущение, что люди, которые делали эту игру, вообще без фантазии особой. То есть они прилежно скопировали, но придумать что-то новое они не смогли. То есть есть игры, которые я не рекомендую, знаете, критикую, но там хотя бы видно, что люди пытаются что-то создавать. У них это может не получаться, у них может получаться плохо. Это плохая какая-то идея. А вот Sword Coast Legends, она вообще безидейная. Все откуда-то надергано, а своего ничего нету, и поэтому она вот кажется такой серой и незапоминающейся, ее не хочется запускать. И лучше сравнивать, конечно, с Pillars of Eternity, которая вышла в этом же году, в которой тоже есть некоторые проблемы, то есть не сказать, что прям идеальная игра, но в нее действительно интересно играть. Ты готов смириться с шероховатостями, которые находятся в этой игре. Тебе интересно узнавать этот мир, разбираться в нем. А здесь, несмотря на знакомую карту, на знакомые названия, ну блин, нет души, серость. Движения по сюжету тоже нету, потому что ты своему герою не сопереживаешь. Я уже молчу о том, что опять те же самые сны, как в Baldur's Gate или в Morrowind, например. Да, начинаем игру мы одним персонажем, но потом, как и во многих таких партийных RPG, по сюжету, по движению по карте, у вас есть возможность набирать в команду еще других сопартийцев. И вспомните, какие замечательные квесты у сопартийцев в Pillars of Eternity. Или даже во втором Baldur's Gate, блин. Но у нас напарники скучные, шаблонные, знаете, опять же, надерганы из других ролевых игр. И их там истории, их квест, они не удивляют. Мне неинтересно с ними не общаться. Хотя, опять же, общаются они пафосными какими-то фразами. Более того, они одну и ту же фразу повторяют раз в 10 секунд. Я просто выключил возможность им говорить. Есть несколько неплохих идей, конечно, в игре. Например, там единый инвентарь, но это, опять же, по-моему, в Pillars of Eternity уже было. Все способности, например, зелья и свитки выводятся на единую панель для всех членов команды сразу. То есть не надо это все раскидывать, что тоже удобно. Но постепенно она заполняется всяким мусором, и ею пользоваться уже становится не так приятно. Начинает раздражать. Карта отвратительная, информативность ее нулевая, что, кстати, и мини-карта, что и большая, которая по кнопке M открывается. Но это все можно поправить патчами, понимаете? А вот сама история, это уже, конечно, не лечится. И я так понимаю, что, возможно, разработчики пытались сделать упор на то, чтобы игроки сами создавали свои приключения. Потому что вот в главном меню есть такая возможность «Мастер подземелий». То есть кто-то из игроков сам создает. Я, правда, этим не занимался. Я пытался подключаться к созданным подземельям другими игроками. Но там народ просто, видимо, тоже просто баловался. И я так и не смог посмотреть, есть ли возможности получить более интересную игру с помощью фантазии игроков. Но вообще меня, честно говоря, очень не устраивает, когда создатели игры пытаются заставлять покупателей развлекать себя самим. То есть это касается Fallout'а, типа сам построй себе поселение и позови туда жителей. Это касается вот Sword Coast Legends, типа мы вам сделали движок и болванчиков, а приключения вы себе там сами придумываете, находите. Это все работает только тогда, когда сама игра интересна. То есть, ну давайте параллель с Цивой проведем, да? Вот в Циву было интересно играть и с компьютером. И когда человек уже наигрался с компьютером, ему хочется большего, и ему все еще интересна эта игра, он начинает себя развлекать, делать моды, делать другие там карты и так далее. Но сама игра должна быть интересна. Sword Coast Legends же навевает тоску. Я тут себя заставлял просто ее запустить, чтобы видео для вас снять вот для этого обзора. О каком создании приключений вообще речь идет? Разработчики должны платить тем людям, которые будут приключения создавать и вести партию. Так что, конечно, я не рекомендую вам обращать внимание на Sword Coast Legends, не скачивать, не покупать. Дело даже, еще раз повторю, не в том, что игра плохая. Она никакая. Она не оставляет себе после себя ничего абсолютно. Это пустота. Я могу негативно отзываться о Fallout 4, но в нем-то можно играть. Ты можешь найти для себя какое-то развлечение. Я могу негативно отзываться об Anno 2205, потому что там игру простили, она несложная, она повторяется, но она оставляет о себе воспоминания. Там есть какой-то мир. Здесь же просто набор клише, попытка выехать на воспоминаниях о прошлых хитах. В общем, неуд. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Раз досмотрели до конца, то, видимо, моя работа вам понравилась, так что не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь 2GIS и, конечно же, играйте в умные игры, а не в Sword Coast Legends.